привет давайте сегодня поговорим про бублики нет это не публики из кондитерской это публики серьги и публики подвески их так прозвали из-за характерной формы они бывают разных размеров с разным диаметром отверстия и чаще всего и в последнее время используют со швензами которые тоже напоминают бублики очень часто вы видите серьги когда вот такой маленький бублик надет на такую швензу но далеко не на все швензы они одеваются стандартный классический размер 22 миллиметра посмотрите казалось бы должно пройти но нет очень большой изгиб вот здесь не дает нашему пончику маленькому на него надеться но если мы возьмем вот такой большой то все получится очень просто и вот красивая пара сережек у вас уже готова и есть еще вариант вот таких подвесок 18 миллиметровых но тут тоже бывает подвох иногда они как сейчас у меня легко продевается сквозь отверстие а иногда бывает такое что дырочка просверлено меньше посмотрите и она не надевается этот факт если вы хотите использовать такие подвески вот с такими швензами лучше уточнять у поставщика оденется ли у вас вот эта подвеска вот на эту швензу нужно проверить перед отправкой если же очень хочется одеть вот этот маленький бублик на что-то то для него бывают вот такого плана швензы на них легко одевается любой диаметр публика есть также совсем маленькие публики 17 миллиметров и они очень тоненькие на них тоже хорошо одеваются маленькие почки и и получаются красивые серьги и даже большие тоже очень красиво смотрятся очень часто вы видите такие серьги с подвесками и тут рукодельниц встает всегда вопрос но что же крепить на какие колечки на какую фурнитуру должна цепляться вот эта самая подвеска подвески бывают разные жемчужные из натуральных камней какие угодно и мы предлагаем вам очень классное решение сейчас рукодельниц в арсенале очень много цепей мы рекомендуем рассмотреть варианты с запаянными звеньями они бывают разные разного диаметра колечки разного вида цепи это лично мои фавориты посмотрите что мы делаем мы всего-навсего берем звено цепи достаточно проверить входит ли она прекрасно мы откусываем вот это лишнее звено среднее между и на это звено будем цеплять нашу подвеску дальше вы увидите какие лучше цепи по артикулам в таниса хобби к каким швенцам подходит посмотрите вот эти кольца тоже очень круто будут смотреться кстати обратите внимание на комбинацию металлов как круто смотрится с позолотой роде и наоборот ну что же сделаем наши сережки с подвеской мне захотелось сделать данную модель вроде передо мной в принципе стоит только выбор какую цепочку взять посмотрите вот это 7 миллиметров кольцо она тоже легко надевается достаточно плотно прилегает к самой швензи если мне хочется чтобы подвеска висела так чтобы практически не видно было кольцо я бы выбрала этот вариант есть вариант 9 миллиметров 9 миллиметров уже по свободнее висит это оптимальный вариант посмотрите и подвески будут хорошо висеть и двигаться она будет легко по швензи и благодаря таким колечком мы можем подвесить сразу несколько подвесок для нашего клиента они будут красиво принчать или же мы берем вариант 11 миллиметров и это уже большое кольцо в целом тоже очень красиво его плюс в том что она гладкая если вы не хотите например насечек возьмите вариант такой и вот эти вот разъемные части у цепи тоже можно использовать для подвески мне захотелось средний вариант классический я откусываю одно колечко к сожалению она на выброс и я беру пин беру сердечко у меня это натуральный нефрит делаем подвеску на колечко мне хочется закрепить его попрочнее поэтому я делаю несколько оборотов вокруг ножки плюс мне очень нравится как выглядит такая намотка пина собственно говоря воля вот наша подвесочка ее уже можно потом использовать например в цепочке на шее ваш клиент может носить эти подвески как на цепи воля красота по моему гениально при этом можно предложить клиента вот такой вариант когда одной сережки у нас такая подвеска из нефрита на другой вот такая это будет асимметрично очень стильно и и трендова посмотрите как классно